Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и на этот урок английского. Сегодня у нас урок разговорной практики. Это значит, что мы будем разговаривать на английском прямо на уроке. Мы будем работать с различными конструкциями, различными фразами, доводить их до автоматизма, чтобы затем вы могли свободно использовать их в общении на английском языке. Очень важно во время нашей разговорной тренировки проговаривать все фразы и предложения вслух. Итак, если вы готовы, давайте начинать. Поехали! Итак, давайте начнем. Первая конструкция. Позволь. Позволь мне что-то сделать. Итак, вы видите на экране 4 примера использования данной конструкции. Сначала прочитаем эти предложения. Дай взглянуть. Позволь посмотреть. Позволь взглянуть. Позволь объяснить. Дай мне объяснить. Let me help you with your bags. Давайте я помогу. Позвольте помочь вам с вашими сумками, с вашими чемоданами. То есть, другими словами, позвольте мне помочь вам нести ваши чемоданы, ваши сумки. Let me think. Дай подумать. Let me think for a second. Дай подумать секундочку. Или дай мне секунду, я подумаю. А теперь проговорим эти предложения. Очень важно проговаривать вслух. Итак, let me have a look. Let me explain. Let me help you with your bags. Let me think. Let me think for a second. Двигаемся далее. Следующая полезная конструкция. I'm sorry for... Я прошу прощения за что-то. Извините за что-то, что я сделал. Наше предложение. I'm sorry for making you wait. Я прошу прощения, извините, что заставил вас ждать. I'm sorry for the inconvenience. Извините за неудобство. I'm sorry for being late. Извините за опоздание. Извините, что я опоздал или опоздала. I'm sorry for the mess. Извините за беспорядок. Прошу прощения за беспорядок. А теперь проговариваем. I'm sorry for making you wait. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for being late. Переходим к следующей конструкции. It takes... Это занимает какое-то время. Наши предложения для работы. Читаем и переводим. It takes me 40 minutes to get to work in the morning. Это занимает у меня или мне требуется 40 минут, чтобы добраться утром на работу. It took me 10 minutes to get dressed. В прошедшем времени. Это заняло у меня 10 минут. То есть мне потребовалось 10 минут, чтобы одеться. It won't take long. В будущем времени. Это не займет много времени. Это будет недолго. А теперь проговариваем эти предложения. It takes me 40 minutes to get to work in the morning. It took me 10 minutes to get dressed. It won't take long. Продолжаем разговаривать на английском. Следующая модель. Make sure you Проследи, чтобы что-то было сделано. Постарайся сделать. Обязательно сделай что-то. Make sure you lock the door. Убедись, что ты запер дверь. Обязательно запри дверь. Можно даже перевести Не забудь запереть дверь. Make sure you are home by 11. Обязательно будь дома к 11. Make sure you let me know. Обязательно сообщи мне. Постарайся сообщить мне. Не забудь сообщить мне. Make sure you don't miss this event. Постарайся не пропустить это событие. И сейчас проговариваем вслух. Make sure you lock the door. Make sure you are home by 11. Make sure you let me know. Make sure you don't miss this event. Следующая, пятая конструкция. You can if you want. Ты можешь что-то сделать, если хочешь. You can join us if you want. Ты можешь присоединиться к нам. Делать что-то с нами, если хочешь. You can stay here if you want. Ты можешь здесь остаться, если хочешь. You can talk to me about that if you want. Ты можешь поговорить со мной об этом, если хочешь. You can add more sugar if you want. Ты можешь добавить еще сахара, если хочешь. Проговариваем. You can join us if you want. You can stay here if you want. Переходим к следующей разговорной конструкции. Что скажешь, если мы сделаем то-то и то-то? Давайте посмотрим на примерах. Что скажешь насчет этого? Или Ну как, ты согласен сделать это? Как насчет еще одной чашечки кофе? Как насчет того, чтобы съесть на ланч пиццу? Что скажешь, если на ланч мы съедим пиццу? Как насчет того, чтобы взять перерыв, чтобы передохнуть? А теперь проговариваем эти предложения. What do you say to this? What do you say to another cup of coffee? What do you say to eating pizza for lunch? What do you say we take a break? А теперь проверим, как мы усвоили эти конструкции. Скажите на английском. Позволь взглянуть. Let me have a look. Дай подумать. Let me think. Прошу прощения за беспорядок. Извини за беспорядок. I'm sorry for the mess. Извините, что заставил вас ждать. I'm sorry for making you wait. Это занимает у меня, или у меня уходит, 40 минут, чтобы добраться на работу утром. Убедись, что ты закрыл дверь. В значении заперь дверь на замок. Обязательно будь дома к 11. Ты можешь остаться здесь, если хочешь. Ты можешь поговорить со мной об этом, если хочешь. Ты можешь присоединиться к нам, если хочешь. Надеюсь, что урок стал для вас полезным. Для того, чтобы добиться лучшего результата и более свободно оперировать этими конструкциями, посмотрите этот видеоурок еще столько раз, сколько вам необходимо. Напишите в комментариях, как у вас получилось. Если урок понравился, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Также делитесь этим видео со всеми, кому оно может быть полезным. А сейчас, пока-пока. Прощаемся и до встречи в следующих видеоуроках. Продолжение следует... ... 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